Сегодня мы с моим другом Виктором приехали на одну из микроречек моего региона. Тут, ну, собственно, вот она, микроречка. Точнее как, это ее разлив. На самом деле она очень маленькая, буквально там несколько метров в ширину идет, если за разливом. Ну, может, не несколько метров, а метров 5-7, вот так. А это вот разлив, и решили попробовать порыбачить на щуку сегодня. Уже у нас начинаются, не знаю, видно на камеру или нет, закраины льда стоят, и вообще температуру уже ночью минус. Поэтому одна из последних рыбалок, скорее всего, а может быть и последняя, как повезет. Ну, если только в ноябре не наступит какой-то катаклизм, и не будет плюс 15, как обещает Гесметил, но мы ему не верим. Что ж, все, надо начинать. Начинать я ловлю буду с джига, по той причине, что здесь оказалась глубина 5 метров. Честно говоря, думал, с учетом падения воды будет меньше. Я на этой реке первый раз, не на этой реке, а в этом месте конкретно. Поэтому начинаю с джига, но надеюсь, что сейчас мы будем смещаться куда-то выше-ниже по течению. И будут, в общем-то, интересные воблерные места. Потому что хотелось бы сегодня порыбачить на воблер. Так, сегодня ловлю я начинаю с двух удочек. Сегодня у меня кассита с X-кроссером от Nord Stream. Также буду ловить сегодня на черную морковку в купе с фаворит Sirius 4000 S. И мой арсенал сегодня будет также добавлен фаворит Драйв плюс Тандер из Цефан Тандер, который Хайба Оверлорд. Ну, я не знаю, как буду ставить или нет. И еще я с собой взял Джерки. Фоксовскую палку Джерковую плюс катушку С4. С-Окс Люциус от Амбассадор от Абу Гарси. И вот на них, не знаю, до каких руки дойдут или нет, но, тем не менее, участвовать они в рыбалке будут. Кто-то активно, кто-то пассивно. Мой товарищ уплыл уже туда за мост, точнее, к мосту подплывает. Пойду его догонять тоже. Чуть-чуть облавлю коряжки и, наверное, поплыву искать счастье. И в другом месте. Облавливаю джиг-головкой от Декой плюс Фиш-Эрл. То-то лучше заканчиваем. Ура! вот и первая щука да а отличный трофей стояла прямо под коряжкой ну что рыбалка уже можно сказать удалось щука да на новом месте небольшая и вот такая вот приманка фишеру на джек голове противо противо коряжная скажем так отличная проходимость практически везде щука в пиявках ну да понятно что настоит вода 5 градусов все уплыла продолжаю ловлю еще чуть-чуть обновлю это облавлив обновлю ну можно сказать обновлю это место и буду двигаться уже дальше вдруг здесь на одном на одном дереве много щук сидит вот в таких вот местах где сейчас ловлю мультипликаторная катушка просто незаменимая вещь намного точнее быстрее лучше кидать ложная тревога вот и и и и и и и и и решил дальше облавливать этот участок реки ве?", и наконец-то теперь установил куда и откудаっちゃут течение носят и здесь есть какой-то. Ну, в принципе, справедливо, да, на юг течет, с севера на юг. Вроде прокидал что-то ничего. А на крэнк взялась, да? Вот, Витька взял здесь щуку тоже на килограмм. Или нет, карандаша, да? А, ну, у меня чуть побольше, да, и на крэнк Бэс Витчер. А на джик она здесь отказалась. О, как. Бля, тут интересно, здесь ямка прямо под тобой. Я не знаю, а что, ну, давай здесь половим и поплывем за мост уже. Ну, что, попробую покидаться крэнками как-то в этом году. Я вообще не люблю на них ловить, на самом деле. Ну, просто скучновато немножко. Ну, попробую. Вот, товарищ два-двух штук на крэнка взял. Мало ли что, ей сегодня нужно. Воблер, ну, давай, держи. А, ты мне его прямо отдаешь. Не, давай его сейчас сюда. Не знаю, попробую помочь ему спасти воблер. Ну, я защупал. Тянем? Потому что иногда оно бывает за что-нибудь зацепится непонятно. Ну, что-то мы спасли. Трягу. Да нет. Так, тут сейчас бы не поскидывать свои воблера. Сейчас и другой воблер. Нет, не спасли. Да даже почему. Все, спасли. Ты боялся. Он просто его отцепил от этого. Даже крючки не разогнулись. Решил устроить стратегически важный перекус и собраться с мыслями. Потому что кажется, что разлив реки по левую руку, то есть туда, весь покрыт льдом. И в итоге оказывается, что мы заперты с Виктором на каком-то небольшом отрезке реки. Не знаю. Конечно, тоже будем облавливать, но жалко. Хотелось сплавиться по течению, ну, куда-нибудь подальше, хотя бы километра на два. В общем, будем действовать по обстоятельствам. К сожалению, уже зима, можно сказать, начало. И много шансов она нам не оставляет. Реклама Сникерса. Облавливаю пока вот это место. Здесь сплошняком под берегом идет трава и потом резкий-резкий обрыв. Мне кажется, это результат работы зимснаряда. Ну и в этой траве, по идее, как бы должна бы быть щука. Я пробовал тут джиговал вокруг лодки, но безрезультатно. Сейчас попробую воблер. Поставил дипового бальсонга. Как раз он здесь, 4 метра, как раз его глубина. Может быть, он сможет принести что-нибудь. Вижу впереди какую-то активность. Мелкая, видимо, поверхностная рыбешка. Но это значит, что, возможно, там стоит и хищник. Но самое обидное, конечно, предположение оказалось правдой. То есть вот это все затянут дальше река Льдом. И мы с Виктором, по сути, заперты на этом небольшом участке реки, который уже, в общем-то, основательно обловили. И непонятно, что нам делать дальше. Все-таки, да, стояло. Под мальком щучка или в траве. Ну и хорошо, и беги. На воронку соблазнилась. Поехали. Что ж, вернулся на прежние места. Да и места для маневров тут не так уж и много. Есть желание чуть-чуть покидать еще и завершить рыбалку. Потому что тут еще люди, которые ловят мирную рыбу, заняли место. И покидать особо вообще негде. Может устроить двойную рыбалку. В смысле того, что сейчас поехать на какой-нибудь прудик еще. Так хочется взять ратлин и закинуть. Но, ратлин жалко. Он еще мне пригодится. Потому что здесь много всякого на дне. Что ж, мне кажется, рыбалку надо сегодняшнюю завершать. Потому что мест, где толком покидать, нет совсем. Но в целом, в целом для такой короткой рыбалки все сегодня удалось. Кстати, реклама Сникерса. Собственно, и все. Вот такая вот рыбалка под завершение сезона. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok